В минувшие выходные в селе Белогорное Вольского района прошли исторические манёвры, участие в которых приняли и балаковские ребята из клуба исторического фехтования. Несмотря на жару, любители рыцарских поединков решили провести турнир между своими. В поединках встретились рыцари разных орденов, но всех их объединяла одна идея – любовь к истории. Вернуться в Средневековье помогает и обстановка. Полигон, где встретились участники, располагает к этому. Победителем дружеского неофициального турнира стал Александр Осиков. К слову, именно Александр, он же Добромир, является хозяином полигона. Построил он его своими руками. Занимаюсь немножко историей, увлекался в школе. После школы нашёл соратников себе и вот немножко отстроили полигон для некоторых мероприятий. Очень много детей из детского дома, потому что у меня основной состав именно дети. И когда у нас сходит снег, мы начинаем здесь тренироваться уже ходить, ну и немножко строим. Также мне помогают вот саратовские ребята и балаковские ребята, те, кто приезжают. На полигоне есть два вида осадной техники – это требушет на 14-15 век, ну и таран для разбития ворот. Самое основное строение – это находится вот крепость, в которой мы стоим сейчас. Ну и как мы её называем между нами – это таверня, где можно приготовить покушать, посидеть в теньке, ну и далеко не родненько находится. Не обошлось и без судейской оценки. Такие поединки служат хорошим подспорьем для молодых ребят, которые недавно стали увлекаться историческим фехтованием. Судили турнир Алексей и Екатерина Галкина из Саратова. Сегодня мы просто приехали поддержать нашего товарища из Вольска. Дело в том, что в области всё это развивать достаточно тяжело, и ему требуется помощь более опытных товарищей. Вот мы уже второй раз сюда приезжаем поддерживать его. У него здесь очень неплохая и интересная локация. Вы можете видеть крепость, они построили требушет, мантилеты. Это всё очень энергозатратно и, конечно, на чистом энтузиазме всё это делается. Поэтому мы его поддерживаем как можем. Вот что умеем, тем и помогаем. Мы хорошо разбираемся в турнирной тематике, поэтому мы сегодня провели здесь такой турнир среди представителей его клуба, ну и нашей молодёжи саратовской, которую мы сюда привезли. Блаковцы, принимавшие участие в турнире, остались довольны встречей, назвав это хорошим опытом. В турнире участвовали два сильных бойца, чемпион России неоднократный Алексей Галкин, победитель Кубка Донжона Сотов. И поучаствовать в боях с такими бойцами всегда очень полезно для любого спортсмена. Ну и, в принципе, саратовская команда, многие из них бойцы с многолетним опытом по 5-10, по 15 лет. Естественно, участвовать в турнире с такими противниками всегда интересно и полезно для развития. Завершился первый день фестиваля самым ожидаемым событием – манёврами, во время которых все участники, разделившись на команды, штурмовали крепость по всем правилам старого времени. Здесь были лучники и воины, которые буквально тараном брали неприступную крепость. Для этого атакующей команде пришлось разработать специальную тактику боя.